Всем большой привет! И сегодня, как я и обещала, будет видео о покупках уходовой косметики. Месяц назад я купила вот такой вот скраб для лица от Гарнье. Чистая кожа, фруктовый заряд. Ошелушивающий скраб против жирного блеска. Если честно, первый раз, когда я его попробовала, он мне не очень понравился. Ну, не то, чтобы он мне не понравился, но просто результата особого я тоже не заметила. Но что хочу сказать об этом скрабе. У меня у мужа кожа жирная и склонная к высыпаниям. Вот ему этот скрабик очень понравился и очень-очень подошел. Если вам видно, то его осталось уже вот совсем-совсем чуть-чуть. Он пользуется им каждый день и прекрасно он матирует кожу, прекрасно очищает поры. Скрабинки в нем настолько нежные, практически неощутимые, но очищение идет очень хорошее. Скрабик очищает и сужает поры, регулирует жирность кожи и придает сияние. Я бы не сказала, что он придает сияние, он придает бархатистость кожи. Вот действительно матовость и бархатистость. Сюда входят экстракты грейпфрута, граната и витамина С. Вот на нем написано, что он для жирной кожи склонный к появлению несовершенств. Вот такой коже он действительно подходит. У него очень приятный апельсиновый такой запах, запах красного апельсина. Если учитывать только мои результаты, то я бы поставила ему четверочку. А если учитывать результаты мужа, то твердая пятерка с плюсом. Дальше я снова купила вот такой вот гель для умывания от Alley. Очень-очень его люблю. Это у меня уже, наверное, третья упаковочка. С огромным удовольствием им пользуюсь. И ни один гель еще не снимал косметику с веса так хорошо и так быстро, как вот этот. Я не перепробовала, конечно, абсолютно все гели для умывания. Но из всех гелей, которые я испробовала, мне вот этот нравится больше всего. И он действительно снимает косметику с первого раза. Он очень экономично расходуется. И мне хватает, наверное, на полтора-два месяца вот такой вот упаковочки. Покажу вам поближе описание. Он идет с экстрактом огурца. Очень я им довольна. И, в принципе, пока не ищу ему замену. Также приобрела две новинки от L'Oreal. Это абсолютная свежесть, метиллярная водичка и мягкий тоник, совершенствующий кожу. В первую очередь меня привлекла упаковка. Вот так они сменили внешний вид своих очищающих средств. И производитель нам обещает, что эта метиллярная вода эффективно удаляет макияж одним движением. Бережно очищает, не вызывая раздражения кожи. И подходит для лица, глаз и губ. Я пользуюсь им, сразу говорю, всего несколько дней. Но пользовалась и утром, и вечером. И, в принципе, какое-то мнение у меня уже о нем сложилось. Он идет для сухой и чувствительной кожи. Вода буквально преображает вашу кожу, успокаивая и смягчая ее. Наносить утром и вечером на сухую кожу лица при помощи ватного диска не требует трения и смывания. То, как сняла косметику с лица эта метиллярная вода, меня устроила. Но тушь, мою обычную тушь от Бел, никакую там не водостойкую, она снимает средненько. Сейчас мы вместе с вами проэкспериментируем. Я нанесу самые пигментированные тени, которые у меня есть. И посмотрим, как же она с этим справится. Возьму один ватный диск. Нанесу на него немного средства. Самая последняя линия, вот эта яркая, это карандаш, как раз тот Urban Decay, который самый насыщенный, самый черный и держится просто потрясающе. Ну, попробуем сначала с тенями. Чуть-чуть дадим ему полежать. И... Неплохо. Я не давлю сильно на кожу, буквально слегка провожу. И вот вы видите, действительно, очень быстро и начисто. Отлично. Переворачиваем диск и посмотрим, как он справится с карандашиком. Замочим его. И стираем. Ну вот, видим, что с карандашиком справится уже мицеллярной водичке не так уж и просто. Ну вот, в принципе, я думаю, видно, что тоненькая полосочка, но все-таки она осталась и снялась не полностью. И если говорить о тенях и о других средствах косметических для лица, то ему можно поставить пятерочку. А если говорить о карандашах черных, насыщенных, и я думаю, с подводками будет та же история, то не так уж и легко она с ними справляется. Перейду к мягкому тонику, который тоже совершенствует кожу. Производитель также нам обещает, что он бережно очищает, преображает кожу, придавая ей гладкость и мягкость. Также обязательно показываю вам все, что обещает нам производитель. Почитайте. При нанесении на спонжик он густоват, он не впитывается так легко в спонж, как мицеллярная водичка. Вот видите, он, я не знаю, будет ли на камере видно, он не сразу впитывается и он немножко такой липко-тягучий. Он мягкий, он приятный по ощущениям, но у меня есть неприятная липкость какая-то на коже, которую хочется смыть потом. Он действительно освежает кожу, есть такое ощущение прохлады, очень мягкая от него кожа. И вот если бы не было вот этого липкого ощущения, было бы просто опять с двумя плюсами. Или после него нужно протирать снова чем-то лицо, или наносить его только на ночь и вот ждать, пока этот эффект пропадет. Но вчера я его нанесла на ночь и мне не понравилось, потому что, ну реально, наволочка подушки прилипала к лицу. Следующее, что я купила, это вот такое масло после эпиляции с экстрактом ромашки. Там целый комплекс витаминов. Таковая марка Flora Secret. Вот так выглядит упаковочка. И вот такая бутылочка внутри. Что мне в нем понравилось, что идет еще и очень удобная помпа с дозатором. Наносила его на кожу ног и после удаления волос бритвой, и также после удаления кремами различными. И результат хороший и в том, и в другом случае. В принципе, довольна. Если у вас также есть раздражение после бритья, попробуйте. Неплохая вещь. Следующая моя покупка, это вот такой шампунь от 100 рецептов красоты, активного действия, дегтярный. Березовый деготь, настой коры дуба, сок лимона и мятное масло. Также, что мне очень понравилось, здесь идет смягчение воды. Очищает шампунь волосы хорошо, пенится отлично. Но самая главная причина, по которой я его взяла, он настолько охлаждает кожу головы. И это ощущение прохлады остается еще несколько часов. Но после него обязательно нужно использовать бальзам, потому что волосы расчесываются достаточно тяжело. Вот таких два я также решила попробовать из этой серии, потому что очень уж мне понравился вот этот дегтярный. Но так как у меня нету перхоти, я решила попробовать еще вот такие два. Сразу скажу, не понравились они мне. Вот эта бутылочка у меня уже вторая. Я полностью использовала одну. И вот купила себе вчера новую. Этими двумя шампунями я попользовалась 3-4 раза каждым. И все, и теперь отдам маме, потому что мне они не подошли. Первый здесь идет активного действия репейный для устранения сухости, который очень сильно подсушивает мне почему-то волосы. А второй перцовый для укрепления волос. Составы тоже очень привлекательные, но, к моему сожалению, оба этих шампуня очень сильно подсушивают мне волосы. Также к этим шампуням решила взять и бальзамы. Я люблю использовать комплексно. Первый идет репейный, перцовый и оливковый. К моему огромному сожалению, из всех этих бальзамов мне более-менее подошел репейный. Никаких особых результатов нет, ни устранения сухости, ни укрепления, ни блеска. Поэтому не рекомендую эти три бальзамчика. Они подойдут тем, у кого нет никаких проблем с волосами, если у вас натуральный цвет волос, если вы их не портите окрашиванием. Те, кто немножко издеваются над своими волосами или проблематичные волосы, они вам не подойдут. Перейду к уходу за лицом. И тут у меня две маски и скраб для лица. Начну, наверное, я со скраба. Я очень люблю различные скрабы для лица. Этот скраб медово-кофейный для глубокого очищения кожи. Торговая марка «Зеленая аптека». Вот так выглядит упаковочка. Я надеялась, что скрабинки, сами гранулы, они будут из кофе. Но они оказались из косточек абрикоса. Сюда у нас входит экстракт меда, кофе и масло облепихи, которые делают кожу гладкой и приятной. Мягко и эффективно скатывает ороговевшие клетки кожи и передает коже ровный тон. Мне очень понравился этот скраб. И если его сравнивать с легендой Ютуба, с очищающим скрабом с абрикосовыми косточками, то он мне понравился намного больше. Справа это скраб с абрикосовыми косточками от чистой линии, а слева кофейно-медовый скраб. Если скрабом от чистой линии можно поцарапать кожу, такие есть очень грубые скрабинки, то во втором скрабе они все очень нежные, они не царапают кожу, прекрасно очищают. А за счет меда и других компонентов вот этот скрабик кофейно-медовый, он очень смягчает кожу. Кожа очень мягкая, бархатистая, но очень-очень приятная. И запах медовый остается на коже, но совсем-совсем недолго. Поэтому если сравнивать два этих скраба, то вот этот скраб от чистой линии я бы лучше использовала для тела. А вот этот медово-кофейный от зеленой аптеки очень мне понравился, с удовольствием его использую. Очищение очень хорошее, мягкая, бархатистая кожа и запах также потрясающий. Вот я сейчас полотенцем удалила скраб и кожа от чистой линии осталась такая же. А от зеленой аптеки, но настолько бархатистая, настолько мягкая и приятная кожа. Супер! Я использую его 2-3 раза в неделю, в душе, на распаренную кожу. Эффект супер просто! Решила я взять также из масс-маркета, из зеленой аптеки, 2 вот таких маски. Первая это глубоко очищающая, успокаивающая. Она идет с белой глиной и эфирным маслом чайного дерева. А вторая идет для лица, питательная и восстанавливающая. Здесь оливки и мед. Эти маски, они не засыхают на лице. Они не доходят до полного засыхания и не будут стягивать вам кожу. Вы можете ходить и 5, и 10, и 15 минут. Полностью она не засохнет. Очень нежное, легкое такое покалывание кожи. Идет в течение 15-20 секунд. Потом оно проходит, и результат очень хороший. Воспаления проходят гораздо быстрее. Проблемки подсушиваются очень-очень быстро. И проходят очень быстро. Выравнивается также цвет кожи. Хорошо очищается кожа. И высыпаний стало значительно-значительно-значительно меньше. Напомню, не наносите ее после того, как вы распарили и поскарбировали кожу. Щипать будет очень-очень-очень сильно. А вот вторая масочка. Также у нее идет легкое пощипывание кожи. Но вот питает и восстанавливает она. Это остается для меня вопросом. Если вы пользовались вот таким вот скрабом или вот такими масочками, поделитесь своим мнением. Мне будет очень-очень-очень интересно. Снова я приобрела от чистой линии вот такой вот активный гель против угревой сыпи для проблемной кожи. Брала не сколько для себя, сколько для мужа. Но так как мужчин не так легко заставить чего-то там на себя намазать, поэтому большую часть все-таки использую я. Очень мне нравится, как оно работает. Использую его после того, как делаю самостоятельно чистку лица. Очень так же быстро все заживляет. Нет никаких воспалений на следующий день. Наношу его только на ночь, так как он создает такую невидимую легкую пленку. А ощущается она тогда, когда вы утром идете умываться, вы ощущаете, как она смывается. Хорошо работает, очень мне понравилось. И, кстати, попробовала я этот гель против угревой сыпи после того, как посмотрела видео. Не помню, если честно, уже какое. Вот так выглядит этот гель. Он приятно пахнет, легко наносится, хорошо и достаточно быстро впитывается в кожу. Но утром наносить не советую, так как целый день с этой пленочкой ходить не особо, я думаю, будет приятно, особенно в жару. А на ночь очень здорово, мне понравилось. И вот взяла уже второй тюбик. И так как вы практически под каждым моим видео спрашиваете, чем я крашу волосы, вот вчера я снова купила красочку, скоро буду краситься. Сейчас я беру 113 оттенок от Гарнье, интенсивное осветление, бежевый ультра блонд. Я не могу вам вообще порекомендовать эту краску, потому что она достаточно сильно портит волосы. Мне не нравятся профессиональные краски, так как я не получаю от них тот цвет, который мне хотелось бы. А именно вот эти краски от Гарния дают мне тот оттенок, который мне нравится. Именно поэтому я позволяю этой краске портить мои волосы. Подразнилась немножко, покажу только упаковочки тех средств, которыми я сейчас интенсивно пользуюсь. Вот такие ампулы. И вот такие. Их нужно смешивать. Но об этом будет отдельное видео. Я полностью покажу, что это, как, зачем. Обалденные ампулы. Не дешевые, но эффект потрясающий. Ждите, ждите, скоро будет видео. Также после каждого видео вы всегда меня спрашиваете, что за лак у меня на ногтях. Сейчас у меня вот такой вот эффект перепелиного яйца. Очень понравился мне этот лак для ногтей. Это идет даже не лак, а биогель. Очень симпатичный такой эффект перепелиного яйца. Я показывала уже этот лак, но так как знаю, что вы спросите, поэтому показываю еще раз. На этом буду заканчивать видео. В принципе, обо всем я и рассказала. Ждите. Также отдельно я покупала целую серию ухода за телом. Очень-очень мне понравилось. И буду делать отдельное видео о нем. И отдельно также будет видео об уходе за волосами. Всем до встречи. Пока!